Ну, в детстве практически все обучение связано с разными просто формами развлечений. То есть ребенка заставить учиться в академическом понятии за парты, с тетрадкой, до какого-то возраста вообще невозможно. Дальше возможно, но неэффективно, как мы знаем теперь, услышав о модели финнов. Во взрослом возрасте, в общем, примерно так же. Когда приходят на МБА взрослые люди с своим жизненным опытом, желанием получить какую-то новую информацию, и не просто получить, куда-то положить и забыть через короткое время, а ее использовать дальше, это, в общем, та плодородная почва, которая, вот это же тоже своего рода, так сказать, аттракцион. Понимаете, как это к базовому образованию, которое является вот такой жизненной потребностью, не имеет отношения уже. Это все-таки тоже, так сказать, на мой взгляд, частично интертеймент. Так вот, если говорить шире, то, ну, безусловно, и телевидение, и кино, и, там, в первую очередь, литература, которая вообще смыслы чаще всего и формирует, иногда ретранслируя их через кино, дальше через телек, многие просто довольствуют тем, что получают эти смыслы, заложенные какими-то крутыми авторами в виде телевизионного продукта, на самом деле, так сказать, за этим стоит, не знаю, фильм, книга. Вот, ну, как можно сказать, что такого рода развлечения, искусство, которое, так сказать, тоже служит иногда для просто времяпрепровождения и развлечения, ведь как можно сказать, что они не влияют на развитие конкретного человека и общества? Конечно, влияют, поэтому развлечение, история, штука серьезная, и заниматься ей надо серьезно, и, ну, либо, так сказать, наверное, не заниматься. Это во всем так, но в развлечениях про это стоит отдельно говорить, потому что считается, что, так сказать, не знаю, снимать кино или развлекательные какие-то заведения открывать, можно просто, когда тебе захотелось, и ты подумал, что вот, да, я же много там ходил по каким-то клубам, окей, я знаю, как сделать клуб, сейчас я его открою. Это все не так, конечно, это все беда, потому что клуб, это, во-первых, бизнес, надо понимать, как будет построена эта бизнес-модель, это компания, где есть набор людей, и ими надо управлять, это такое конкретное, так сказать, просто управление персоналом, конкретная вполне наука. То есть вот развлечения иногда состоят из каких-то очень сложных составляющих, ну, в общем, как и кино. Одно, наверное, из самых сложных, за последнее время развившихся, гипертрофированных размеров развлечений. Тоже очень сложно, там тоже за картинкой стоит труд огромного количества людей, обладающих самыми разными специализациями.